Сегодня мы будем готовить сразу 3 блюда с зеленью. Да, у нас первое будет с зеленью, и второе мясное блюдо будет с зеленью. И даже хлеб сегодня тоже будет с зеленью. Сегодня мы с вами совершим путешествие на Кавказ, в Азербайджан и в Грузию. Ну, на первое мы будем готовить азербайджанский холодный суп до вгу. Наверное, окрошки и холодники уже всем изрядно поднадоели. Вот вам что-то новенькое. Если вы никогда не готовили до вгу, то я ручаюсь вам. Вкус этого блюда удивит вас, но еще больше удивит способ его приготовления. Пока что надо нарезать много зелени. Зеленый лук, петрушка, укроп, кто ест кинзу, тем хорошо. Потому что кинза очень необходима, зелененький базилик. А вот если бы у меня был джусай или кавар, как его называют в Азербайджане, то было бы еще лучше. Однако и так будет очень вкусно, очень хорошо. Но любое блюдо, которое готовит миллионы людей, неизбежно имеет варианты. А давайте посмотрим, какую зелень используют для приготовления кутабов в Азербайджане. Салам алейхюм. Алейхюм асалам. Хошки адрес. Скажите, пожалуйста, Саби Юль, что вы сейчас режете? Кинзу. Кинзу, кашниш по-авербайджански. Какая еще зелень у вас приготовлена? Укроп, кинза, мята и шпинат. И шпинат. То есть всего 4 разновидности зелени? Да. Все очень просто. И у нас такая зелень тоже есть. Скажите, пожалуйста, а вспоминаете ли вы времена студенческой практики? Вот тогда был аппетит, так аппетит. Мы же ели все, что видели под ногами, все, что находили на деревьях. Недоспелые фрукты, недоспелые ягоды. Все подряд шло в желудок и все давало силу, молодость и красоту. Скажите, пожалуйста, вы в этом году консервы закрывать собираетесь? Ну, помидорчики, огурчики маринованные, соленые. В таком случае не выкидывайте стебельки от укропа, пригодятся. А еще у меня к вам есть вопрос. Нет ли у вас поблизости настоящей живой коровы, либо фермы, где можно купить свежего молока? Я показывал, как очень просто в домашних условиях можно приготовить настоящий йогурт. Либо как его еще называют, катык, либо мацони, а можно сказать и по-русски простокваша. Так вот, если простоквашу, либо катык подвесить в полотняный мешочек и дать стечь лишней влаге, получится вот этот продукт, который называют то сюзма, кто говорит сюзба, кто говорит чакя, а по-русски говорится сцеженный творог. Так вот, сцеженный творог получен из 4 литров простокваши. Я перекладываю в кастрюлю и доливаю немного воды. Вот здесь надо сделать паузу. Надо вдохнуть, выдохнуть и произнести очень вкусное слово. Тасай. Тасай не только наши спонсоры, это еще и очень хорошая, по-настоящему качественная, очень вкусная вода. Я говорю, что тасай – это лучшая вода для плова. Я говорю, что тасай – это лучшая вода для чая. Но еще тасай – самая лучшая вода для долгей, потому что тасай течет с тяньшаня, с гор. При помощи воды тасай я развожу сюзму. Позвольте мне называть ее так, как я привык. С детства говорил сюзма, сюзма. Теперь вдруг буду говорить сцеженный творог. Нет, развожу ее до состояния густой сметаны. Следите, чтобы комочков не было. Но тесто на блины делали когда-нибудь? Вот точно так же. Доливайте воду, и чтобы ни одного комочка. В Азербайджане воды тасай пока что нет, поэтому готовят из цельного котыка. Что еще вы будете добавлять? Чувствуется такой-то. Ага, то есть необходимо взбить, необходимо разбить эти комочки и необходимо сделать котык однородным. Ведь только что там была вот здесь сыворотка, а вот здесь густок молочный. Перемешивают метелочкой и делают ее гладкой. Вот так. А вот теперь в ход пойдут яйца. Сколько литров котыка было? Я сказал вам 4. На 4 литра котыка берите 4 куриных яйца. Кстати говоря, у вас там в деревне на даче знакомых кур случайно, если у меня нет, от домашних курочек-то яйца были бы очень хороши. Но это с какой-то птицей фабрики тоже ничего. Получится все равно очень вкусно. Если вы будете соблюдать все правила и слушать мои советы, ни одного совета просто так я никогда не скажу. И не то, чтобы я считал свои слова истинны в последней инстанции, тем более, что истина рождается в споре. 3 яичка понадобится. Сколько у нас здесь было котыка? 2 штук яйца. 2 литра, да? На 2 литра берется 3 яйца. Да, 2 штук надо. Всегда. В кулинарии возникают споры. Но это самые лучшие споры на свете. Сколько яиц положить? 3 или 2 или 1? Ну что, решили остановиться на 2. Все правильно, давайте. Ну вот, теперь-то вы все знаете. Можете готовить смело. Все получится. КТК было 4 литра. Сюзма остался 1 литр. Значит, надо долить 3 литра воды. Но не всю воду сразу в кастрюле. А вот посмотрите, в миске осталась сюзма. Ну что ж такое, помыть в канализацию? Нет. Ополоснем в миску, да и сюда, в кастрюлю. Ничего не должно пропадать на хорошей кухне. Вот теперь самое время включать плитку. Включать и постоянно помешивать. Имейте в виду, что по сути у нас в кастрюле кисломолочный продукт. Кислое молоко при нагревании сворачивается. И чтобы у нас еще раз не получился творог, надо постоянно помешивать. Помешивать минут 10-15 до тех пор, пока содержимое кастрюли не закипит. Но знаете что? Есть еще один продукт, который будет препятствовать сворачиванию. Это рис. На каждый литр простокваши берите 50 г сухого риса. Я взял 200 г. В Азербайджане существуют 2 школы приготовления давги. Некоторые варят давгу довольно жидкую. Ее потом пьют прямо из стакана. А некоторые варят давгу довольно густую. И давга у них получается еда едой, а не напиток. Я приверженец густой давги. И поэтому в давгу добавляю горох нут. Этот горох предварительно замочили, предварительно поварили. Сейчас вместе с остальными продуктами он приготовится как нельзя лучше. И в давге будет что поесть. Это не лето, а энергия еще вполне крепкому организму. Ой, как необходимо! Однако насчет гороха существует и другое мнение. И скажите, пожалуйста, вот я иногда вижу, что в долге есть науход. Да, я слышала и кушала вкусно. Это науход некоторых семья любят, а некоторых не хотят. Это рис мы отдельно варим. Потом, когда зелень насыпаем, и в конце приготовления готовый рис добавляем. Для густоты? Да, для густоты мешаем, а потом уже готово. А я рис закладываю с самого начала, и у меня тоже все получается. И когда давга вот-вот закипит, надо засыпать в нее зелень. Но не всю зелень сразу, а частями. Особенно, если среди зелени есть какая-то зелень достаточно кислая, скажем, как щавель. Вот щавель, я знаю, что правильно надо говорить щавель, но я привык говорить щавель, хорошо смешать со шпинатом. Тогда давга получается очень вкусная. Но если вы опустите сразу слишком много кислой зелени в давгу, есть риск, что она свернется. А вот так постепенно по чуть-чуть не свернется. Все будет хорошо. Пока я помешиваю давгу, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие летние супы вы любите, а какие супы с кислым молоком готовят в вашей семье. При наличии изрядного опыта давгу можно посолить когда угодно. Можно было посолить в самом начале. Но если вы готовите давгу в первый раз, то лучше посолить давгу вот сейчас, когда она уже почти что готова. Потому что и зелень, и сюзма могут создать впечатление, что давга уже достаточно соленая. Но одной ложки на 4 литра давги будет точно в самый раз. Ну вот и все, закипело и не свернулось. Значит, давга готова. Можно выключать и остужать. Да, в зимнее время давгу подают иногда и в горячем виде. Это получается очень вкусно. Ну, а летом, конечно, лучше остудить. Прохладная давга улучшает настроение и усиливает аппетит. Давга, когда готова, ее снимаем. Если малированная кастрюля есть, нужно ее сразу в малированную кастрюлю перелить. И в малированной кастрюле тоже немножко помешать, а потом очень хорошо остынет, потом в холодильник поможет. Малированная или любая другая нейтральная посуда понадобится, если вы готовили в медном казане. Но давайте обратимся к казану чугунному. Вы знаете, за что я люблю грузинское блюдо чакапули? Не только за то, что в него идет самая лучшая баранина, но еще и потому, что в это блюдо идет зеленая алча. Прелесть какая вкусная, очень аппетитная. И много других продуктов, которые я очень люблю. Например, вот такой молодой лук. Если его запечь на мангале вместе с шашлыком, то прелесть. А еще я люблю чакапули за то, что в него идет перец. Перец зеленый, умеренно острый и чуть-чуть острого перца. Специи, много зелени, свежий молодой чеснок. А еще за то, что в него идет то, что содержится в этом кувшинчике. Смотрите внимательно, и я расскажу вам тайну этого волшебного кувшина. Но еще, что не менее важно, чакапули напоминает мне мое любимое узбекское блюдо басма. Там тоже так. Берешь все хорошие продукты, складываешь в казан, разводишь небольшой огонь, закрываешь крышку, и через час или полтора все готово. Чакапули готовятся по точно такому же принципу. Но вот в чем вопрос. Сколько я не перелистывал рецептов чакапули, я не увидел, надо ли туда добавлять какое-то масло или какой-то жир. Не написано. Поэтому кусочки баранины пожирнее, вот такие. Я укладываю на самое донышко казана. Постарайтесь уложить этими жирными кусочками все донышко казана, весь вот этот волшебный пятачок, где все получается настолько вкусным, настолько ароматным. Но следует учитывать, что чакапули готовятся, как правило, слоями. Чем больше мяса, тем больше слоев. Мясо, лук, зелень. Мясо, лук, чеснок, зелень и так далее, пока казан не заполнится, либо пока вам не надоест нарезать зелень. Чуть-чуть посолить, поперчить и по желанию добавить другие специи. А какие еще специи? Во-первых, молотый кориандр. Во-вторых, чуть-чуть, ну просто совсем чуть-чуть красного перца. И непременно узко сунели, возьмите хмели-сунели. Однако пойдемте зелень нарезать, поторопиться надо. Ага, зашипело, зашкварчало, но ничего, долго это шкварчать не будет, потому что чакапули непременно готовятся в присутствии одной волшебной жидкости. Ну, угадайте, что это за жидкость, если блюдо у нас грузинское, беленькое, прохладненькое, очень приятное вино. Я обещал вам рассказать секрет относительно вина, а точнее относительно того, чем можно заменить вино, если кто не хочет употреблять вино, даже если из него выпарится весь алкоголь. Но это такой секрет, что его просто так рассказывать не принято. Эту тайну узнают только те, кто смотрит наши видео до конца очень внимательно и не проматывает с 5 на 10 зелень и немного алычи. Вот она даст ту приятную кислинку, которая в сочетании с пряностями, в сочетании с зеленью создаст неповторимую палитру грузинской кухни. Еще один слой мяса, и каждый слой непременно солить, перчить и приправлять. Обратите внимание, какое мясо, какие части мяса я отправляю в чакапули. Те, которые хорошо тушить, те, которые хорошо бы пошли на бульон. Вот это все в самый раз в чакапуле. Еще раз соль, перец потанцуем всего по чуть-чуть, но все вместе создает букет. Перец умеренно острый я порезал крупными кольцами, а вот такой перчик, маленький, но забористый, я положу целиком. Кому не хватит остроты, пусть себе добавит тархун. Вот тархун чакапули очень нужен, очень. Ну и наконец обещанный секрет. Чем же заменить вино, если вы его не хотите употреблять ни в коем случае, а может быть, вам его просто жалко? Лимонный сок, сахар и вода. Вот и все, вот и весь секрет. Видите, как просто? Но все дело в опыте, все дело в мудрости. Слишком много вина не надо. Нет. Вот это зелень, лук, само мясо пустит сок, и в результате получится блюдо, которое не знаешь, куда кнести, к первым супам или ко вторым. Берите хороший хлеб, лепешки либо грузинские шоти и вперед. Но это будет через 1,5 часа. У нас как раз есть время для того, чтобы приготовить на этом отличном садже блюдо, которое называется кутабы. Чтобы приготовить самые вкусные кутабы, ничего особенного не нужно. Мука есть 1 кг, 2 стакана воды, чуть-чуть соль, тесто замесили, разделили на комочки, раскатываете небольшие лавашики и начинаете выпекать. Внутрь каждого лавашика закладываете чем больше зелени, тем лучше. Но секреты вкусной еды, конечно же, как всегда найдутся. Я неслучайно раскатал первый лист теста вот так, в виде тоненького лаваша. Попробовать хочу, правильно ли нагрелся садж. Что такое казан, все знают. Мне осталось рассказать, что такое садж. А давайте снова отправимся в Азербайджан, и там-то на месте я все и расскажу. А это уже знакомая вам утварь, которая называется садж. В Азербайджане садж используют очень широко. Его можно использовать и вот так. Например, иногда на нем можно пожарить джизбез, а иногда его используют вот так. Его ставят над огнем, чаще всего, разумеется, над костром. Костер разводят из небольших толщиной примерно с палец ветвей. И тогда на нем можно выпекать хоть лаваш, хоть киатура. А по сути дела, что такое киата? Это лаваш, в который положили зелень и творог, зелень и сыр. Это традиционное для Азербайджана сочетание. В общем, штука полезная, которая помогает приготовить очень вкусные блюда. Ну вот, видите, пока что нагреть недостаточно. Не покрылся золотыми пятнышками, только высох, ничего страшного. Если его помазать сливочным маслом, добавить в сырку до зелени, получится все равно очень вкусно. Но сейчас точно так же со сливочным маслом, с сыром и зеленью мы будем готовить настоящие азербайджанские кутабы. Рассказываю секреты фарша. Если зелень берете пучок, в соломку обмакиваете, правильно? Конечно, обмакиваете, так же вкуснее. Значит, и здесь соль необходима. Вот так, буквально пару щепоток, потому что зелень сама по себе пряная, кисленькая. Я только что говорил, что зелень и сыр вместе, это очень вкусно. Добавляем протертый сыр. Можно взять сулгуни, можно взять моцареллу, можно взять любой сыр, который охотно плавится. Но если попадется настоящий азербайджанский пиндер, мотал, вы знаете, какие сорта сыра производит в Азербайджане обычный простой народ, вот там вкус так вкус. Но ничего, за неимением гербовой можно писать и на простой бумаге. Если нет специфического азербайджанского сыра, добавьте тот, который есть. Вкусно получится все равно. Накрываем. И там получается такой огромный чебурек с зеленью. Красивая кята получилась. Возможно, что некоторые из вас поспорят со мной, что это за кята. Это же кута просто очень большой. Но в различных регионах Азербайджана это изделие называют по-разному. Янже называют именно кята. Ну и чего здесь не хватает для полноты вкуса? Масло сливочного. У него масло не просто сливочное, а топленое. И не просто топленое масло, а я в нем припустил лук-порей. Получится очень вкусно. Масло и порей могут раскрыть ароматы всем остальным травам. Хотите добавить в кутабы черный перец? Можно. Не хотите добавлять? Не добавляйте. Кутабы готовят десятки миллионов людей. Поэтому разнообразие кутабов неизбежно. Готовьте так, как вам нравится и из того, что у вас есть. Ну, а если уж захотите настоящий аутентичный вкус кутабов, поезжайте в Азербайджан. Вот там напробуйтесь вдоволь, потому что без кутабов там ни один обед, ни один ужин даже и не начинают. Вот в какое кафе зайдешь, спросишь, что у вас есть на обед? Они скажут, что есть у нас кутабы, кебаб, бозбаш. А у нас сегодня полный кавказский интернационал. Кутабы, долга и чакапули. Слишком много зелени не кладите. Вкус кутаба состоит в правильном сочетании тесто, хорошо пропеченного теста, зелени и прочих начинок. Вот так, прямо на сухой садж. В принципе, конечно же, можно испечь не на садже. Для чего нужен садж? Дело в том, что на садже выпекаются что лаваш, что кутабы, очень равномерно, не подгорает нигде. Можно, конечно, испечь на обычной сухой сковородке. Да, вот прям берите обычную сухую сковородку, ставьте на газовую плиту, но сковородка в середине всегда нагрета чуть сильнее. Понимаете? Но есть у меня для вас секрет, за который вы мне 100 раз спасибо скажете. Когда разогреваете сковородку на газовой плите, поставьте огонь самый маленький, а сковородку накройте крышкой. Тогда она прогреется абсолютно равномерно. Кстати говоря, и кутабы можно запекать прямо под крышкой. Вот и все. Вкусно запахло печеным тестом, значит, кутаб готов. Готов? Да не совсем. У нас еще есть топленое масло. Вот этим топленым маслом и кисточкой щедрее. Как можно щедрее смазываете кутабы? Казалось бы, дело не хитрое. Сама блюдо очень простое. Но почему оно такое вкусное? На все кулинарные вопросы есть ответ у кулинарной науки. Кулинарная наука основывается на химии, физике, биологии и прочих естественных науках. Вот, например, несколько слов о науке выпекания блюд на садже прямо из Азербайджана. Ой, как вы берете руками? Нет, еще нет. Вот начало выпекаться уже детство, но еще нет. Вообще под саджем слишком большого огня не надо. Если измерять температуру саджа, то оптимальная температура для выпечки что лаваша, что киаты примерно 225С. Это удивительно важная температура для печной кулинарии вообще. Что в печи, когда мы печем лепешки, чурек, лаваш, что в тандыре, что у нас садж. Оптимальная температура поверхности одна и та же, 225С. Знания о кулинарной науке можно подчеркнуть оттуда же, откуда и обо всех остальных науках из книг в первую очередь. Моя самая новая книга называется «Сталик видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые, поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда. Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, которые были опубликованы в YouTube и в других социальных сетях, и собрали максимальное количество лайков, максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков. Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа, каурма-базбаш такой есть азербайджанский суп, борщ, лагман. Одни словности, есть 5 рецептов из почти что тысячи блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, картофель фри. Как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано так, чтобы вы умели составить классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки. Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга «Сталик видеобук» никогда не продавалась ни в одном книжном магазине, ни на каких маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах, потому что эта книга изначально продавалась только в моем интернет-магазине сталик.ру. Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт сталик.ру, и мы поможем вам сделать правильный выбор, и будем вам очень-очень рады. Мы сегодня из 1,5 кг мяса, 4 литров кислого молока, любого кисломолочного продукта, 1 кг муки, немножко сливочного масла, немножко приправ приготовили обед на 10 человек. При этом ведь вовсе не обязательно было брать баранину. Берите у кого что есть и кладите в казан вместе с зеленью, вместе с молодым луком, вместе с молодым чесноком. Неужели, думаете, невкусно будет? А вот бегает, если какой-то бесполезный, бессмысленный петух по двору, тяпка ему по голове, петуха в казан, а сам накрывает стол. Ну вот и все. Можно собирать гостей за стол. Многие любят кутабы, присыпанные сумахом. Сумаха-то не барбарис, это особая ягодка. А вы пишите, дорогие друзья, о чем бы вы хотели узнать. Делитесь собственными рецептами, а также подкидывайте мне свежие идеи, чтобы еще приготовить летом на даче. Кстати говоря, если кто-то из вас до сих пор не подписался на нашу группу, на наш канал обязательно сделайте это. И пишите добрые комментарии. Наша группа о самом хорошем, о самом лучшем, о еде, о гостеприимстве, о дружбе и преемственности поколения. Ну, а нам пора открывать наш казан. Открываем. Грузия, сестра наша, что ты с нами делаешь? Скажи, пожалуйста, разве можно пройти мимо такого казана? Разве можно пройти мимо таких ароматов? Скажите, пожалуйста. И вот сейчас я на практике понимаю, почему рестораны грузинской кухни были так популярны в советское время. Идите сюда поближе, посмотрите, какое мясо, какой обильный бульон. Так что приятного аппетита, мои дорогие. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok